Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русский Хаван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том, когда лучше всего покупать препараты на основе живых микроорганизмов, на основе грибов и бактерий, а также каков их срок годности. Во-первых, надо очень хорошо понимать, что живые биопрепараты содержат именно живые микроорганизмы, очень разные бактерии и грибы. Кто из них лучше живет, когда лучше заказывать, можно ли их хранить, а что будет, если они промерзнут, а если осенью внести, например, триходерму, останется ли она до весны, или весной снова нужно будет ее вносить. Это очень частые вопросы, которые, безусловно, должны быть рассмотрены, поскольку эти вопросы затрагивают эффективность использования самих препаратов. Первое, о чем я скажу, это о сроке годности этих препаратов. Для разных препаратов разные производители устанавливают разные сроки годности. Как правило, сроки годности биологических препаратов колеблятся от 3 месяцев до 2 лет. Зависит это от многого. Во-первых, это зависит от того, какие именно микроорганизмы входят в состав препарата. Во-вторых, это зависит от того, как производится этот препарат. Когда мы говорим о спорах бактерий или грибов, то вполне можно смело говорить о том, что это покоящиеся формы, которые сохраняют свою жизнеспособность очень долго. У меня в лаборатории стоит бутылочка фитоспорина, которая была куплена 5 лет назад. И я периодически отсеваю оттуда живых микроорганизмов. Как же они там сохраняются? Что они там едят? А ничего не едят. Они находятся в стадии спор. И их легко оттуда оживить. Несмотря на то, что бутылочка хранится 5 лет, а срок у нее установлен только 2 года, на самой упаковке так написано, он все еще остается рабочим препаратом. Многие бактерии, входящие в состав биопрепаратов, которые относятся к роду бацилюс, ну вот вы увидите, в составе написано бацилюс, да, они обладают таким удивительным свойством. Более того, и другие микроорганизмы, которые даже не образуют спор, они не умирают там так быстро. Нет такого метода стерилизации, вот таких биопрепаратов. Невозможно их убить только выдерживанием со временем. Конечно, со временем количество живых форм там падает. Однако метаболиты, то есть продукты обмена веществ, которые были накоплены в самом препарате, остаются активными. Поэтому я всегда говорю, что установленный срок годности, это срок годности, в котором производитель гарантирует эффективность этого препарата. Однако, как с лекарствами, как с консервами и многими другими продуктами, на самом деле лекарство и все остальное, а это же лекарство для растений, оно может храниться гораздо дольше. Не меньше двух лет сохраняется качество эти препараты, если вы их храните в защищенном от света месте и желательно прохладном. Качество препарата, сохранность этого качества всецело зависит от того, при какой температуре вы его храните. Если вы его храните при температуре 20-25 градусов, то его качество падает быстрее, по сравнению с тем, как вы его храните при 8 или даже 4 или даже 0 градусов. Когда вы храните препарат в холодильнике, он у вас проживет и 3, и даже 5 лет. Можно ли препараты замораживать? Конечно, их можно замораживать. Однако, для большинства случаев на упаковках написано, что не замораживать. С чем это связано? Это связано с рисками повреждения целостности самой упаковки. Ну, сама бутылка разорвется от мороза, разорвет пластик, и все, и там все вытечет. Поэтому, конечно, лучше не замораживать. Но если препарат замерз, тем более вот сыпучий, например, вот такой препарат от Profit на циолите, на ционе таком, да, на циолите, на ионитном субстрате он готовится, то ему заморозка на него не оказывает никакого отрицательного эффекта. А если вы сомневаетесь в том, что вы там на веранде где-то, в домике, забыли на зиму препарат, и не знаете, остались ли у него живые свойства какие-то, в этом случае воспользуйтесь моим средством проверки этих препаратов. В выпуске остались препараты, что дальше с ними делать, я рассказал подробно и показал, как провести тест, простой тест на жизнеспособность препарата. Но даже если он оказался по какой-то причине нежизнеспособным, это не страшно, ведь еще раз, самая большая ценность этих препаратов, особенно жидких, вот если плотных, то, конечно, в живых микроорганизмах. А если в жидких, то там самая большая ценность, это те продукты обмена веществ, которые там накопились. Поэтому можете смело их использовать, щедро, так сказать, уже больше не храня, ну а дальше покупать новые. Когда же лучше покупать препараты? Вот здесь я буду открывать некоторые секреты производственные, за что производители будут не рады. Ну, могут обижаться, могут нет, но все-таки мы работаем для нашего зрителя, для садоводов-огородников, поэтому, ну, некоторые секреты надо знать. Что происходит, когда высокий сезон, когда спрос на препараты огромен, когда приходит волна кладоспориоза, когда приходит волна фитофтороза, тогда начинается чрезвычайно бурный спрос на эти препараты. Что такое бурный спрос? Как они вообще готовятся? В специальных питательных средах, эти среды заселяются живыми микроорганизмами, ну, для каждого препарата существует своя технология производства, затем надо их какое-то количество дней покультивировать, ну, как простокваша, кефир или любой другой биотехнологический продукт готовится. И когда там все, так сказать, выросло как следует, в этом случае разливается по бутылкам, фасуется, там упаковывается, маркируется и отдается на склад и дальше на продажу. По почте или там еще каким-то образом в розницу с полки снимать. Но, конечно, во многом, вот, скажем так, внутреннее качество этого препарата зависит от очень многих факторов. И один из важнейших факторов – это выдержка этого препарата в необходимое количество времени. Вот если написано 5 дней по техрегламенту надо его производить, значит, надо 5 дней производить, а не 3 дня. Если написано там, неделю надо грибы эти растить, то так написано, что надо отбирать каждые 12 часов пробы и смотреть, какое количество там микроорганизма наросло, значит, так и надо делать. Ну, хорошо, если это производитель, так сказать, ответственный и ответственно к этому относится. О неответственных я не говорю, да, в позитивном смысле. Я только могу их ругать или просто о них молчу, о тех, которые неответственны. А о которых ответственны, я о них рассказываю. И, ну, бывает такое, конечно, что и неответственные производители бывают. И в этом случае они могут запихнуть в бутылку, в упаковку препарат, который не дорос, потому что очень большой спрос на него, понимаете. Он заквасил там, 3 дня подержал, разлил по бутылкам, следующий, 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 следующий. По этой причине, конечно, лучше всего покупать препараты тогда, когда они находятся не в сезоне их использования. В этом случае, ну, можно, ну, конечно, если нерадивый производитель, если он там допускает какие-то огрехи, ну, то нет гарантии, что он не допустит эти огрехи и в низкий сезон. Но вообще производители выпускают более качественные препараты в низкий сезон и менее качественные препараты в очень высокий сезон. Это же не химия, понимаете. Это биология. И там надо очень щепетильно относиться ко всем параметрам культивирования этих микроорганизмов. И когда я с полок снимаю в магазине разнообразнейшие препараты от очень разных производителей, я это очень хорошо замечаю, ибо у меня есть возможность их протестировать. Я тестирую колоссальное количество препаратов. Водавичи был в Москве на выставке на цветы Флаурес Экспо, цветы Экспо 2023. И там тоже, значит, там и продавали, и раздавали какие-то препараты. Ну, и мне тоже там что-то досталось. Слушайте, ну, это вообще какой-то, ну, иной раз думаешь, ну, за кого нас держат? Совсем за дураков или идиотов. Понимаете, такие производители иногда бывают. Хоть в сезон высокий, хоть низкий. Но в целом, конечно, когда не очень высокий сезон, то в этом случае препараты, можно надеяться, что они являются более, так сказать, выдержанными, больше соблюден, лучше соблюден тех регламент. Они проверены, перепроверены 10 раз. Нет спешки в том, чтобы его как поскорее выпустить для того, чтобы удовлетворить такой пиковый возрастающий спрос потребителей. Еще один очень важный вопрос – это, ну, хранятся, понятно, в прохладном месте они хранятся точно год от даты производства. И на самом деле могут храниться даже дольше, если вы храните их в прохладных условиях, ну, условного холодильника. Вот внести триходерму осенью стоит ли? Конечно, стоит, потому что еще тепло, еще мороза нету. Она растет достаточно быстро. И все свои функции в подъедании растительных остатков на поверхности почвы, в глубине почвы и насыщении почвы полезными веществами, там, ну, все, о чем я говорил про триходерму, это она все выполнит. Но останется ли она на весну? Надо весной снова, например, в лунке разбрасывать препараты, содержащие триходерму, или нет? Дело в том, что на любой живой препарат, который мы поместили в землю или на листья, начинает действовать естественный отбор. Ну, кроме того, что мы там можем как-то неразумно подхименчить там чем-то еще, и там прижать, снизить эффективность биологических препаратов и так далее. Ну, еще, конечно, действует естественный отбор. И под давлением естественного отбора количество микроорганизма, которое мы внесли, важного, оно снижается. А эффективность очень часто зависит именно от количества метаболитов и количества микроорганизмов, которые мы внесли. Вот я уже на протяжении третьего года у себя здесь на участке, на картофеле, на посадках картофеля, вносил баверию. И уже у меня теперь эта баверия в почве прижилась, и я уже могу не вносить на будущий год баверию. Я уже вижу, что она у меня есть, она уже в достаточно большом количестве. У меня внесена она уже... Я уже ничего не делаю, а она заражает этих жуков колорадских, проволочника и все остальное. И у меня этого вредителя уже нет. Я ничего уже не делаю, а вредителя нет. То же самое касается триходермы. Я два года очень интенсивно вносил, весной внес. И теперь я вижу, что на остатках растений... Я для этого ничего не вносил. Но я вижу, что у меня на остатках растений, что у меня в теплице, в открытом грунте... Я показывал видео, уже все растительные остатки заражены этой триходермой. Методом палки, да, я проверяю наличие триходермы. Не обработанную никакой химии палку запихиваю в почву весной. И к середине лета, ближе к осени, когда дождики идут, я вижу, что эта палка вся обрушает этой самой триходермой. Все это означает, что мой участок насытился вот этими полезными микроорганизмами. И он, так сказать, является саморегулируемым. Но означает ли это, что я уже совсем могу ничего не вносить? Ну да, какое-то время, там, один сезон, например, я могу ничего не вносить. И у меня все будет в полном порядке. Но ведь давление естественного отбора все равно так или иначе приведет к тому, что вот количество этого микроорганизма полезного уменьшится так или иначе. Поэтому пару раз за сезон подбрасывать какие-то дозы, будь то триходерма, баверия, метаризиум, полезные бактерии и так далее, все-таки необходимо. В этом случае вы уже будете просто поддерживающую дозу давать этого препарата, и он будет у вас отлично работать. Этим и будет отличаться ситуация, когда у меня не работает препарат, а у меня работает. Работает у того, у кого количество этого микроорганизма уже достигло такого количества, что оно проявляется в виде эффективного уничтожения болезней или вредителей. Не всегда с первого раза оно помогает, потому что если его мало или вообще там этой триходермы в почве нет, и вы там немножечко что-то на гранулках туда подсыпали один раз, то вполне может быть, что еще не будет видно. Но уже на второй-третий раз будет видно очень и очень хорошо. Поэтому работа по использованию биологических средств для контроля болезней и вредителей должна быть очень и очень системной. Когда же все-таки вам заказать, когда разместить заказы на биологические препараты, чтобы они пришли в срок? Ну, примерно ноябрь-декабрь является, пожалуй, наилучшим временем для этого, потому что вам заказы придут до нового года, сразу после нового года, и это тот период, когда необходимо уже будет готовить почву для высадки рассады, когда необходимо будет высевать семена, дальше пойдет рассадный период, и это уже начинается высокий сезон. А вот где-то ноябрь-декабрь это будут идти самые качественные препараты. И, соответственно, если они к вам придут, то в течение года по данным производителя, которые находятся на этикетке, они будут сохранять, гарантированно сохранять свое качество. Соответственно, вам на весь предстоящий сезон хватит этих препаратов для того, чтобы обеспечить здоровье ваших растений, здоровый и вкусный урожай. Что ж, вот такие вот небольшие нюансы использования биопрепаратов, их покупки. Вот, поэтому ориентируйтесь примерно вот на эти сроки для того, чтобы получить самый лучший эффект. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.